Мы в России, ребята! Ура! Россия! Россия! Это просто праздник какой-то! Тысячи жителей... Спасибо! Тысячи жителей Сенферополя пришли сегодня в центральную площадь города, чтобы все вместе отметить события, которого так долго ждали. Мы поняли, что в отношении Крыма речь идет не просто о какой-то территории, даже стратегически важной. Речь идет о миллионах русских людей, о миллионах наших соотечественников, которые нуждаются в нашей помощи и поддержке. Здравствуй, Россия! Ты нас узнала! Мы твои дети! Крым и Донбасс! Эх, Россия! Мама Россия! Забери своих деток домой! С девочками разговариваем возле администрации. Стоит парень, курит. Видно клерк, да? В костюмчике я вышел покурить. А мы разговариваем, что мне не нравится. А он потом подходит и говорит, женщина, скажите, а вы из Севастополя? Я говорю, я 50 лет живу в Севастополе. Я считаю, что я севастополька. А он говорит, вот я вам так скажу, кто жил при Украине, вас нужно гнать отсюда. Простите за это слово. Он мне так сказал. С раной метлой. Вы недороссияне. А я, конечно, я, конечно, знаете, начала плакать, возмущаться. Я потом не сфотографировала, я не знаю, кто он. А он говорит, вас нужно отсюда гнать, вы недороссияне. А я говорю, а вы кто такие? Вы кто? А мы приехали, мы восстановимся в Севастополе, все будет хорошо. Надо дадим свет. Нет, в темноте подыхайте. Мы поняли, насколько все это важно для нас. Мы поняли, что речь идет не просто о территории, которой у нас достаточно. Речь идет об исторических истоках, об источниках нашей духовности и государственности. Речь идет о том, что делает нас единым народом и единой сплоченной нацией. На колени надо встать. Встала на колени. Пожалуйста, спасите. Оставьте нам места. Пожалуйста, господин Путин. Можно все перетерпеть. Можно все перетерпеть. Нет света, нет газа. Это все ерунда, если у человека есть стабильный доход. И не надо плакаться про Крым. Это самый будет богатый регион. Потому что мы там все будем отдыхать теперь. В августе 2018-го. Экологическая катастрофа в Армянске. Тысячи человек пострадали от ядовитых выбросов завода «Крымский титан». Вот протираю. Протираю рукой. Смотрите. Руки вот мокрые. Блескят. Вот все блеск. Это все вот оно. Все кислота. И решился попробовать на язык. Ну, началось сжечь. Сжечь на язык. Я там... Это самое. Понял, что это кислота. Город полностью отгорел. Все. Помидоры. Перец. Остались одни стручки. Количество пациентов с признаками химического отравления резко возросло. При описании экологического бедства российские СМИ не подбирали слов. Армянск сегодня больше напоминает декорации к фильму про апокалипсис. Крым – это наше. Мы никуда не забираемся. Да. А наше почему? Не потому, что мы пришли и что-то схапали. Люди пришли в Крыму на референдум и проголосовали. Хотим быть независимыми следующим шагом. Хотим быть в составе Российской Федерации. Цены страшно растут. Уже давят цены. Вот так. И газета наша «Керченский рабочий» пишет, что цены не повышаются. В частности, на строительные материалы. Они за 10 дней на 40% повысилось все. Никто ничего ценами не руководят. Добрый вечер. Как у вас настроение? Отлично. Вы с родителями? Да. Вы счастливы? Да. Не передать. Хотели, да. Мы хотели 23 года этого. Наши родители хотели 60 лет этого. Да. Мы ждали, все ждали. Наша власть вообще никуда не смотрит. Я хочу сказать, что мы были в Украине, наполовину было. А сейчас полный бардак. Какие зарплаты нужны сейчас, чтобы хватало прожить. Даже не говорю, что ни в чем себе не отказывать. Нет. Хотя бы просто прожить. Хотя бы дожить от начала месяца до его конца. Позиция Москвы, столицы нашей общей родины в Российской империи, Советский Союз. То, что никто вас не оставит в беде, чтобы вы это знали, что времена наконец наступили другие. Присягу МВД России приняли 10 бывших бойцов Беркута. Новичкам вручили удостоверение полицейских, погоны и паспорта. Все сразу. Торжественно присягаю на верность Российской Федерации и ее народу. Удостоверение покажите. Руки, руки. На каком основании? На каком основании? На каком основании я вас спрашиваю? На каком основании? На каком основании? Ты делаешь тело физическую человеку. Ручку гречи, да? Ты имеешь право это делать? Что ты делаешь? Гражданин. Что вы делаете? Гражданин. Гады. Вы что, вообще что ли? Охренели? Охренели совсем? Но это же незаконно. Я здесь закон! Я приехал к вам в Крым, Севастополь и к вам жителям, чтобы вас приветствовать, чтобы вас поддержать и заявить о том, что ни о чем волноваться не надо. Я хочу, чтобы у вас было хорошее настроение. Все коммуникации находятся под контролем специальных подразделений крымского правительства. Вашего правительства. Поэтому не должно быть никаких у вас там таких волнений, тревог, что там завтра будет. Завтра будет лучше только. Поэтому я хочу, чтобы вы чувствовали себя уверенно, чтобы в глазах у вас была радость. Радость именно того, что наступили лучшие времена, что хуже не будет. От имени здесь собравшихся, от имени народа города Евпатории обращаемся к нашему президенту, Путину Владимиру Владимировичу. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, обращаются к вам жители Республики Крым, города Евпатория, как к нашей надежде. Путин помоги! Путин помоги! Путин помоги! Дорогие друзья, мы всегда в России считали, что русские и украинцы – это один народ. Я и так думаю, я так думаю и сейчас. Мы эту власть должны терпеть. Под зад, пусть едут откуда приехали, пусть нам других пришлют. Надеюсь, получше будут. А это эмоциональное выступление предпринимателя Александра Красильникова. Власти Севастополя уже отсудили у бизнесмена городской рынок «Чайка». На его месте хотят построить дворец спорта, парковку или выставочный центр. Что именно, еще не решили. До 2017-го Красильников владел футбольным клубом «Севастополь», но в прошлом году клуб тоже перешел в собственность города. Все то, что нормально работает, власть хочет поднять под себе. Лучшая в Крыму команда, лучшие болельщики влезли, забрали. Раньше финансировалось все с частных денег. Забрали под бюджет Севастополя. Кроме предпринимателей, на митинг пришли севастопольцы, недовольные закрытием крупнейшего в городе торгового центра. В общей сложности безработными остались полторы тысячи человек. Меня возмущает решение о закрытии спорткомплекса «Мусон» и торгового центра «Мусон». «Мусон» проверили после трагедии в Кемерово и закрыли, поскольку здание якобы не отвечало требованиям пожарной безопасности. Вооруженные судебные приставы ворвались в торговый центр в мае. Не остановились даже перед детьми, которые пришли защитить спорткомплекс, в котором занимались. В защиту «Мусона» поднялись медиа. Оппозиционный интернет-канал «Стар Ньюз» устроил детский флешмоб. Создается ощущение, что в городе пытаются навести коммерческую монополию. Малый бизнес просто выживают из города. «Не закрывайте, пожалуйста, сон». В притеснениях предпринимателей севастопольцы обвиняют российского губернатора города Дмитрия Овсянникова. Считают, что он лично руководил переделом бизнеса в городе. Овсянников нагло, цинично унижает всех. Овсянников – уроженец Омска. До 2016-го был заместителем министра торговли России. Его команда-управленца в Севастополе целиком состоит из россиян. Сам Овсянников митинг предпринимателей не комментировал, но на всех организаторов митинга составили административные протоколы. Крым получит из Севастополя в первую очередь все, что вам надо в плане экономики. Ура! Ура! Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам. Деньги есть! Спасибо! Все, что надо городу Севастополю, он должен получить. Но как? 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 Вполне реальная вещь. Мои личные связи и ваша самодеятельность. Вот все, что необходимо для организации международного Васюкинского турнира. Пойдете на референдум? Обязательно. Побегу, а не пойду. Так жить, как мы живем, мы же нищие. 10 рублей, картошка, пенсии, тысячи. А скажите, пожалуйста, вы за что будете голосовать? За Россию! К Путину! Спасибо! И мы приложим максимум усилий. Это мой подарок Севастополю. Спасибо! Безвозвратный кредит и без процентов. То есть подарок. Спасибо! Безвоза, без ДДО. То есть даром. А, даром. Понятно. Газ. Газ и любые продукты энергоносителей вы будете получать в неограниченном количестве. По самым низким ценам, а если надо, и бесплатно. Все зависит от вашей самодеятельности. Я повторяю, организацию беру на себя. Материальных затрат никаких, кроме расходов на телеграмму. Поэтому все вопросы экономические, моральные. Мы добьемся, чтобы у вас было мощное свое телевидение в Севастополе и в Крыму. Свои газеты, свое радио. Чтобы было больше консульских служб в России. И в Крыму, и на всей территории Украины. И здесь, в городе Севастополе. А российские каналы? И все дальше вы будете сами решать. Чтобы никто не навязывал никому. Цены большие, очень трудно очень. Работы нету, молодежь. Поэтому нужно, чтобы в Севастополе самое главное, чтобы была работа для всех. А тогда уже цены повышать. А чё ж люди, я не знаю как. Я обещаю, что Россия окажет любую помощь вам. Моральную, политическую, экономическую. У вас всегда будет газ. У вас всегда будут миллионы русских туристов. И вы будете иметь тот статус, который вы хотите. Самый высокий статус. Самая большая автономия. Москвичи, стесненные жилищным кризисом, просятся в ваш великолепный город. Спокойно, этого не надо бояться. Запад гибнет. И погибая, хочет в могилу потащить ещё нас с вами, Восточную Европу. Мы с вами не гибнем. У нас с вами Олимпийские игры, на которых мы победили. У нас с вами хорошего настроения. Ура! 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 Зачем вы трогали женщину? Все, что реально могло бы произойти, это все то, что реально могло бы произойти, если бы не выбор кармчан. Спасибо им за это. Аплодисменты. Аплодисменты.